ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Находился район столиц Ангорской империи и резиденций древних кмерских царей. Уникальные барельефы Анкурвата, размещенные на трех ярусах галереи храма, отражают сюжеты из древней индуистской мифологии, эпосов Рамаяна, Махабхарата, а также из кмерской истории. Короче, красота неописуемая, и древность явно налицо. Так неужели этот удивительный храмовый комплекс реально древний и построен в XII веке? Конечно, древний, воскликнут многие, но будут неправы. Анкорват – не средневековый храмовый комплекс, как принято сегодня считать. «Не падайте со стульев, он был построен в XIX веке. Не верите, тогда слушайте внимательно. А удивлять я умею». Для начала, откуда известно, что храмовый комплекс был построен именно в XII веке и именно королем Сареаварманом II? А из ниоткуда? Оказывается, никаких документов об этом не существует, заявляют сами историки. Тогда на основании чего историки называют время строительства храмового комплекса XII век? А все просто. По мнению историков, храмовый комплекс был явно построен в честь бога Вишну. А мифический король Сареаварман II, по легенде, правящий в XII веке и был главным приверженцем – вишнуизма. «Значит, этот король и построил Анкор-Ватт». Вот и вся логика историков. Но самих историков почему-то не смущает, что само существование короля Сареавармана II – недоказанный факт. Сами камбожийцы смущенно признаются, что это лишь всего легенда, кстати, впервые появившаяся именно в XIX веке. И ее авторы, как ни странно, англичане. Что уже должно было насторожить любого здравомыслящего исследователя. Но не тут-то было. Еще много тех, кто слепо верит в древность мировой истории. Но не будем о грустном. Кто-то возразит – какой XIX век? Древность Анкор-Вата подтверждена радиоуглеродным анализом. Мол, древние индусы возле храма приносили в жертву каких-то людей. Радиоуглеродный анализ углей костра и показал, что возле храмового комплекса приносили людей в жертву или их просто ели. И именно в XII веке. Значит, и сам храмовый комплекс был построен тоже в XII веке. Вот и все доказательства ученых. А это глупость несусветная. Это то же самое, если стоянка первобытных людей, найденная при раскопках у московского Кремля, будет служить убедительным доказательством, что Москве более 15 тысяч лет. Смешно, но вот такая странная логика у наших ученых. Любыми способами притянуть за уши вымышленную древность индийской или камбоджийской истории. Печально, но факт. Но историки на этом не сдаются. Историки также на полном серьезе утверждают. Ангкор Ват, мол, якобы был известен многим послам, путешественникам, купцам и миссионерам чуть ли не с XIII века. И в качестве доказательства сразу приводят записки об обычаях Камбоджи, написанной якобы послом монгольской династии Юань по имени Джо Дугуань 1296. В этих записках якобы и упоминается некий прекрасный дворец местного правителя Камбоджи. Ну что странно, в этих записках нет ни слова про храмовый комплекс Ангкор, а описывается лишь какой-то неизвестный дворец правителя. Заметьте, не храмовый комплекс, а именно дворец. Но ученых не смущает этот факт. Далее, для большей убедительности историки приводят слова португальского летописца Диого Ду Куоуту, который якобы посетил Ангкор в конце XVI века. Этот португалец оставил такую запись в своем дневнике. Этот храм имеет длину 160 шагов. И это такое странное сооружение, что его нельзя описать пером. Его нельзя сравнить ни с каким другим зданием в мире. Или ссылаются на слова французского христианского миссионера отца Шевруэля, который в 1672 году якобы тоже видел Ангкор в ад. Есть древний и очень знаменитый храм. Этот храм называется Онка. И среди язычников он также известен, как собор святого Петра в Риме. Хочется спросить вас, мои дорогие зрители, где в этих двух сообщениях говорится о храме Ангкор в ад? В одном сообщении упоминается некий неизвестный странный храм, в другом лишь какой-то языческий храм Онка. Историки откровенно врут нам. Что об Ангкоре было известно с глубокой древности и приводят первые попавшиеся ссылки на мутные источники, рассчитанные на простого обывателя, не читающего первоисточники и абсолютно не интересующегося истории. Кстати, то же самое и со всеми древними источниками 17-18 веков. В них лишь упоминаются какие-то отдельные языческие храмы, не то в Индии, не то в Кабодже и не более. К тому же они описывают всего лишь какой-то отдельный храм, а не целый храмовый комплекс с орвами, каналами, с водой, как настоящий Ангкор. Очевидно же, что они явно упоминают какой-то другой храм, но историкам нужны доказательства древности именно Ангкора. Вот они и подтягивают за уши любые древние упоминания любых храмов к данному храмовому комплексу. В итоге откровенные фейки и являются сегодня доказательством древности Ангкор-Ваата. Но главное, чтобы вы поняли раз и навсегда, до XIX века не существует ни одного подлинного, подчеркну подлинного источника именно о данном храмовом комплексе. Лишь легенды, откровенные фейки и натягивание совы на глобус. Но тогда вопрос, когда же впервые и, главное, кем был открыт Ангкор-Ваат? И тут долгожданная развязка. Историки нас уверяют, что комплекс храмов Ангкор был впервые официально открыт и задокументирован французским путешественником Анри Моа 22 января 1861 года. К сожалению, он умер, так и не успев вернуться домой. Но путевые записки, письма и рисунки Моа, опубликованные в Париже через три года после его смерти, и стали настоящей сенсацией. В своих дневниках Анри Моа пишет, что он якобы заблудился в джунглях, заболел малярией и уже почти умирал, не надеясь на спасение, когда среди деревьев разглядел огромные прекрасные каменные дворцы города богов, древнюю столицу Камбоджи, построенную Кмерами. Не веря в чудо, он вошел на территорию прекрасного действующего храма, где его тяжело больного подобрали и выходили жившие там многочисленные местные монахи. Красивая легенда, не правда ли? Но что смущает в официальной истории открытия Анри Моа храмового комплекса Ангкор? А смущает многое. Посмотрите на рисунки храмового комплекса Ангкор, которые оставил для нас сам французский путешественник Анри Моа. Он сам их зарисовал с натуры. Посмотрите, на них нет никаких развалин. Храмовый комплекс реально действующий. Как новый, комплекс еще даже не зарос деревьями. Мы не видим многочисленные руины и разбросанные повсюду блоки. В его записях прямо сказано, что храмовый комплекс в прекрасном состоянии. В нем живут монахи и ведется служба. Запомнили? А теперь взгляните на многочисленные фото второй половины 19-го и начала 20-го столетия. На них вы увидите только напрочь заросшие руины, брошенные людьми многими столетиями назад, разрушенные храмы, многочисленные разбросанные и заросшие блоки и колонны. Местами храмового комплекса даже не видно. Все густо поросло кустами и деревьями. Как в джунглях. Как же так? Кому верить? Французскому путешественнику Анри Моа, который утверждал, что храмовый комплекс, когда он его обнаружил, был как новый, абсолютно целым, и в нем жили монахи и велась служба. Или верить первым иностранцам, которые чуть позже, приехав специально поглядеть и сфотографировать Анкор, находят его уже абсолютно брошенным, заросшим и всего в жутких руинах. Кому верить? К тому же, как выяснилось, во время реставрации в 21 веке, храмовый комплекс, оказывается, был в своей массе неразрушенный, как многие думают до сих пор, а сильно недостроенным. Многих частей храмового комплекса, зданий, башен, стен, просто не существовало. Ведь, как сегодня известно, храмовый комплекс изначально не успели достроить. Оказывается, были заготовлены блоки, но их даже не устанавливали на место, а просто свалили в кучу, которую многие сегодня и принимают за руины. Поэтому непонятно, как француз мог нарисовать то, чего никогда не было. И тут долгожданная развязка, о которой не рассказывают историки и местные камбоджийские гиды. Для начала, очень интересна сама личность французского путешественника по имени Анри Моа. Он был непростым французским натурналистом, в одиночку путешествующий по просторам Камбоджи, как уверяют нас историки. В 1856 году он женится на внучке богатейшего и знатного шотландского хирурга и исследователя, члена английского королевского общества антикваров Мунка Парка и тут же получает английское гражданство. А в 1857 году английское королевское общество антикваров отправляет его в Камбоджу во главе крупномасштабной экспедиции официально на поиски древностей этой страны. Деньги не жалеют, выделяются буквально астрономические суммы. В течение четырех лет ему в помощь английское королевское общество антикваров снаряжает еще шесть экспедиций по 100-200 человек в каждой. И что удивительно, в экспедицию отправляются как ни странно архитекторы, каменщики, художники, скульпторы и еще десяток специалистов по Индии и Индокитаю. Английскому представительству в Камбодже дано указание оказывать ему всякую финансовую, дипломатическую и даже при необходимости военную помощь. Не зря на деньги английского общества антикваров члены его экспедиции зачем-то нагнали на место современного храмового комплекса огромное количество местных жителей, которые прорыли зачем-то многометровые каналы до ближайшей каменоломни, по каналам зачем-то стали перевозить на плотах огромные блоки известняка, англичане зачем-то завезли огромное количество строительного инструмента храмового комплекса и минимум четыре года к территории храмового комплекса никого не допускали. Были даже выставлены караулы. Поэтому могу предположить, что рисунки Анри Мо это были лишь эскизы будущего храмового комплекса Анкор, которые строили англичане и местные камбоджийцы. Анри Мо руководил строительством храмового комплекса Анкор почти четыре года, но во время исследования окрестностей в 1861 году он неожиданно заболел малярией и умер. Но строительство храмового комплекса продолжалось еще три года, уже после его смерти. Имея огромную армию почти бесплатных рабочих из местных камбоджийцев и сотню опытных прорабов архитекторов строителей и известных знатоков местной культуры. За такое огромное количество лет можно было построить все, что угодно в джунглях. К тому же местный известняк очень мягкий и очень легко обрабатывается даже простым инструментом. А если его обильно намочить, то даже режется ножом. Так что строительство не представляло большого труда. Так вот, храмовый комплекс строили более семи лет, пока в 1864 году в Камбодже к власти не пришли французы, и английская экспедиция была вынуждена срочно бросить строительство Анкора. Так Анкор-Ват и оказался недостроенным, а неразрушенным, как думают сегодня многие. Вот почему книга Андре Мо об открытии храмового комплекса Анкор и была срочно выпущена именно в 1864 году. А все потому, что в Камбодже сменилась власть. Медлить было нельзя, нужно было срочно застолбить открытие. Именно в 19 веке была срочно придумана легенда, что этот храм был построен несуществующим королем Сурья-Варманом II и именно в 12 веке. И все в эту сказку поверили. Ведь об этом заявили именно английские ученые, которые в то время пользовались неприкасаемым авторитетом. За последующие годы этот брошенный англичанами недостроенный храмовый комплекс очень быстро зарос кустами и деревьями. Это в первую очередь растение сейба и хлопковое дерево. В благоприятном влажном климате Юго-Восточной Азии сейба и хлопковое дерево растут очень быстро от 4 до 5 метров в год. К пяти годам эти деревья приобретают такой величественный вид, что многие реально верят, что им не одно столетие. А обильные дожди и постоянная сырость за пару лет превращают известняковые блоки в темно-зеленые и темно-серые камни, как будто им более тысячи лет. Так как блоки в храме не соединены раствором, корни и ветки этих деревьев за несколько лет каменную кладку местных храмов. Вот почему в конце 19 века многие европейцы увидели уже заросшие развалины брошенных храмов, которые мы и видим на многих фотографиях 19 и начала 20 века. Хотя напомню, многие брошенные блоки это не руины, а просто сваленные в кучу стройматериал для будущего строительства. И все потому, что многие блоки оказались пронумерованными, обработанными дисковой пилой и имели отверстия от сверла. А это не орудия богов, а инструменты 19 века. И напоследок, многие спросят, а зачем понадобилось англичанам сооружать в Камбодже, да и по всей Индии, такое множество уникальных буддийских храмовых комплексов, и именно в 19 веке. А это вообще песня, можно сказать, настоящая бомба, настоящий взрыв мозга. Но об этой настоящей сенсации я и расскажу в следующем видео. Вот так нас и обманывают. И как после этого жить? Кошмар!